Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим, и сегодня что-то вкусное обязательно произойдет. Три буквы не всегда имеют негативный окрас, особенно когда три буквы складываются в слово АЗУ. Три буквы. Сегодня мы приготовим именно АЗУ. Это простое блюдо, за которым, в общем-то, особо следить не нужно, которое довольно долго тушится, которое в итоге получается очень насыщенное, очень мягкое. Короче, это мясной тушняк. Просто классика. У нас сегодня АЗУ по-татарски с солеными огурчиками. Короче, смотрите, это будет реально классно. Говядинка. Итак, для этого блюда лучше всего брать мясо, где вот там жилочки всякие, прожилочки, хрящики иногда, потому что вот это все, это желирующие агенты в мясе. Это тот самый желатин, который мы добавляем в десерты, да, из этого делается желатин. И нам как раз это будет очень в тему, потому что оно все разварится и сделает вот эти все соусы томатные, которые мы добавим в АЗУ, сделает густенькими, понимаешь? Поэтому, ну, я, конечно, утрирую, но чем хуже вы купите мясо, тем лучше. А что ты, черт побери, такое несешь? Не надо покупать прям, ну, там, вырезку говяжью. Это тоже будет хорошо, но лучше все-таки вот со всякими прослойчиками. Поэтому я не буду избавляться ни от каких вот этих пленок, все как есть, так и использую. Мясо нарезаю на кубики, брусочки. Тут уже по желанию, в принципе, форма, она второстепенна. Мясо любой формы у нас получится мягким. У меня здесь полкилограмма мяса. Немного маслица на сковородку и обжариваем мясо. Когда с одной стороны мясо поджарилось хорошенько, можно уже перевернуть кусочки и обжарить со всех сторон. Полная готовность в данном случае нас не интересует. Важно получить вот этот вот колер такой вот. Мясо красивенькое. Теперь начинается этап тушения. Я заливаю стакан или полторы воды. В принципе, стакана хватит, чтобы протушить. Пока не солю ничего. Накрываю крышкой и смело на часик-полтора все это останется тушиться. Пока мясо тушится, нам есть чем заняться. Давайте почистим, нарежем картошечку, лучок, огурчики и всякое такое. И обжарим отдельно. На четверть кольца этого достаточно. Сначала обжарим лучок. Лук я буду обжаривать до небольшой карамелизации такой, когда начнет коричневеть. Мне будет норм. А картошку пожарим отдельно. На самом деле, абсолютно спокойно можно жарить картошку, как вот вы привыкли. Типа лук, картошка, все вместе. У меня, учитывая, что есть время, да плюс желание, я люблю как-то по отдельности подготовить ингредиенты, объединить, чтобы все контролировать. Вы можете жарить вместе, не вопрос. В общем, где-то полкилограмма мяса, грамм 700 картошки и все, чтобы вот это гармонично у нас получилось. Начищаем. Кстати, напишите в комментариях, чем обычно очищаете картофан. Вот такой экономочкой или ножом обычным. Потому что я что-то через раз, я еще не определился. То так, то сяк. Я лучок перекладываю, чуть-чуть вот так его поджарили и достаточно. Картошку нарезаем на дольки, ну так, как мы хотим. То есть я довольно крупно нарезаю. Горячее масло. Всю картошку, никакой крышки обжариваем периодически, помешивая с открытой крышкой на максимальном огне. Картошку периодически помешивайте, ну без фанатизма, чтобы она все-таки жарилась и не мешалась. Так, иногда. И обязательно в этом блюде должны быть огурчики, соленые, вкусные огурчики, которые нарезаем как-то типа соломкой, вот так вот. Все, картошечку поджарили, смотри, красивая золотистая, я ее вместе с луком объединяю. И пока сниму с комфорки и сразу добавим огурчики, которые мы нарезали. Пускай тоже прогреваются и ждут своего часа. Объединение с батей, так сказать. С мясом я имею ввиду. Теперь можно заняться мясом. Доведем до вкуса, посолим, поперчим, добавим всякого еще и уже дотушим. Я использую морскую соль с травами, чтобы дополнительные вкусы попадали в мясо. Так, черный перчик, это святое. На этом этапе добавляем или томатную пасту, или вот я обожаю вот эти вот протертые томаты в пачках. Много соуса у нас получится. Дополнительно я добавлю сладкой паприки. Вообще азу это довольно острое блюдо, поэтому либо перчика чили еще добавим, либо какой-нибудь вот у меня соус шерерач, я его обожаю. Чуть-чуть добавлю. Щепотка сахара тоже будет не лишним. Все перемешиваем и дотушиваем. Сейчас этому блюду около 40 минут. Соответственно, еще минут 40-50. Пускай мясо тушится. Как раз загустеет соус. Все будет как надо. За полтора часа мясо становится вот такой вот соус. Густое мясо, мягкое. Теперь все объединяем. И я еще минут на 20 все это вместе поставлю на огонь, чтобы объединить вкусы. Сильно разглагольствовать про это блюдо нет смысла никакого. Все понимают, что это такое азу, это острое, очень тушеное, очень мягкое мясо с картошкой, с огурчиками. Это прям по классике. Ну и основное, конечно, то, что оно должно быть остренькое все-таки. Я честно скажу, я делаю для семьи, поэтому я делаю чуть-чуть неправильное азу. Оно чуть менее острое, чем должно быть. Ну вот, но тем не менее, мясо, вон, смотри, прям оп, я не знаю, как показать. Оно на волокна вот разделяется. Руками. Как первобытный. Очень мягкое мясо. Все вот эти вот жилки, прожилки, они разварились, они ушли в соус. Видели, как соус загустел, да? Ну, в общем, поняли. Чуть днее, нормально я добавил остроты, слушайте. Отличная картошечка, все. Ну, абсолютно классическое гармоничное блюдо, которое вы можете готовить под себя. Если любите мясо пожевать, то не готовьте. Вот я полтора часа, наверное, готовил, может, час сорок оно тушилось. Потушите час, оно будет мягкое. Тем не менее, его надо будет пожевать. Любите мягкое, готовьте столько. Хотите больше картошки добавьте, хотите меньше, добавляйте огурцы. Не добавляйте. Добавляйте томатную пасту вместо протертых томатов. Ну, то есть, вообще, абсолютно, что хотите. Хотите из зелени. Это отличное блюдо. Я не знаю, как, ну, принято считать Азу татарским блюдом, которое готовится, там, из баранины, говядины, конины. Но, по большому счету, это не татарское блюдо, это народное блюдо, да? Вот мы все такой тушничок уважаем. Лично я прям отлично вообще. В общем, вы все поняли. Повторяйте смело. Рецепт годный. Все пропорции в описании или у нас на сайте. Приятного аппетита и всего вам вкусного. Покедова. Слушай, все равно острое. Мне сегодня жена говорила, я говорю, буду это с людьми, буду готовить. Я прошлый раз его готовил, что-то острое вышло. Я говорю, я постараюсь делать не острое. Все равно получилось так, что сегодня вечером придется его от пельмени. Хотя Макс съест.